Валентина Матвиенко Здесь замечательный профессиональный коллектив, здесь предусмотрены все виды реабилитации по тем или иным последствиям постковидным. Больные очень довольны пребыванием здесь. И другие санатории сегодня Кисловодска также занимаются уже реабилитацией постковидных больных. Председатель Совета Федерации напомнила, что президент Владимир Путин дал поручение правительству страны разработать программу по восстановлению больных, перенесших коронавирус. И у Ставрополья, отметила Матвиенко, есть все шансы стать базой постковидной реабилитации в стране. В этом сезоне больше 250 километров дорог края приведут в нормативное состояние. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа. Работы проведут за счет краевого дорожного фонда. Он составил свыше 12 миллиардов рублей. Деньги пойдут на капремонт, реконструкцию и строительство новых магистралей. К завершению объекта Георгиевск, Андреевский солдат Александровская, 4 километра. Это в Курском районе на Уваровское село. В Красногвардейском районе примыкание дороги Новоалександровск-Красногвардейская, поселок Медвежинский, где люди уже более 50 лет живут в условиях дорог, которые являются гравийным покрытием. Данные работы позволят перевести из гравийного покрытия в асфальтобетонное. К слову, в Дорожный фонд дополнительно направят миллиард рублей. Это стало возможным благодаря законодательной инициативе Краевого Кабмина. Такую прибавку теперь получится привлекать ежегодно, благодаря экономии на проведении закупочных процедур. Эти деньги оперативно направят в округа на ремонт дорог местного значения. В Светлограде благоустраивают пешеходные зоны на улицах Ленина и Тургенева. Как сообщили в пресс-службе Краевого Миндора, на объектах сейчас меняют старый асфальт на новую яркую брусчатку. В ближайшее время там установят бордюры и лавочки. Также там создадут велопарковки и обустроят новую систему электроосвещения. Работы проходят в рамках госпрограммы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». В селе Новозаведенном в этом году отремонтируют дом культуры. В администрации округа рассказали, что специалисты уже обновили фасад здания, также заменили окна и двери на современные. В середине августа планируют привести в порядок кровлю и фойе ДК. Все работы проходят в рамках нацпроекта «Культура». В Станице-Ясентукской строят магистральный водовод. Объект готов уже более чем на 70%. Как сообщили в Управлении по информполитике правительства Ставрополя, специалисты сейчас устанавливают формировочную трубу, бурят скважины под сваи и прокладывают пути водоснабжения. Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова